Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную Пропаганду. Сегодня я хочу вам показать блюда, которые готовятся в философии slow cook. Этим неуклюжим эмфемизмом западная школа поваров называет сравнительно новое для них течение в кулинарии. Но то, что для них сравнительно новое, для российской школы давно забытое старое. И что такое slow cook? Это длительное приготовление при сравнительно низких температурах. Именно так готовились, например, щи или каши, оставляли горшок в печи, выстывающие, и они там долго-долго томились. Сегодня я покажу, как можно получить отличный кусок низкотемпературно приготовленной баранины. Заранее приношу извинения, но этот способ подойдет только тем, у кого есть духовка с датчиком температуры. Или просто с термометром. Ну что, приступим. Это мясо готовится в духовке при температуре 90-100 градусов в течение 4 часов. Плюс-минус полчаса, зависит от размера куска. Для равномерной степени пропекания вот этого куска необходимо, чтобы теплопроводность его была более-менее равномерна по всему объему. Иначе говоря, костей внутри быть не должно, потому что кость по теплопроводности от мяса отличается. Поэтому я ее вырежу. Только делать это надо аккуратно, чтобы не изнахартить весь кусок. Я надрезаю мышцу вот вдоль бедренной кости. Это у меня, кстати, бедра барашка. Затем подрезаю мясо вдоль нее. Кость ляжет в морозилку, как наберется достаточное количество. Буду варить бульон. Итак, вот такой кусок мяса у меня получился. Теперь надо все вот эти вот пленочки, вот этот вот жирок снять, потому что для этого способа приготовления он даст не очень хороший привкус. Ну все, вот в таком виде это уже можно продолжать готовить. Все замечательно. Напоминаю, кости и вот эту вот обрезь, эти сухожилия все ни в коем случае не выбрасывайте. Сложите в морозильник, пусть морозится. А потом можно будет приготовить замечательный, совершенно концентрированный бульон. Если кто-то пропустил, вот в этом ролике напоминаю вам. Итак, сейчас нужно этот кусок старательно обмазать горчицей, острый. И не надо опасаться, что после окончания готовки это мясо будет очень острое. Совершенно не будет, не бойтесь. Итак, этап второй. Как я уже рассказывал в выпуске про стейк, вот здесь, самое вкусное это румяная поджаристая корочка. При низкотемпературном нагревании ей нет куда взяться. Теперь на хорошо разогретой сковородке нужно обжарить этот кусок хорошенько со всех сторон. Минус 10-12. Смотрите, когда мы жарим кусок стейка, он толщиной сантиметра 2,5-3, может быть чуть больше, за это время мы получим хорошо прожаренный кусок мяса. Но эта нагава в два раза толще, поэтому никаких валданах или даже хотя бы о медиум рейрах речь не идет. Поэтому все, что мы добьемся, это будет хорошо поджаристый кусок снаружи и абсолютно сырое мясо внутри. 11 минут прошло. Перекладываю мясо на блюдо, на котором буду его потом подавать. Вот такая красота. И убираю его в духовку. При температуре 90-100 градусов в духовке с этой посудиной ничего не произойдет. Не переживайте. Баранина будет готова часа через 4, ну плюс-минус полчаса. Баранина готовится. Я решил подготовить пока лук, чеснок и прочие продукты для соуса, но это время поразглагольствовать. Что касается степени прожарки мяса. Друзья мои, те из вас, кто от красного или розового цвета шарахается, лучше выключайте этот ролик. Не трепите себе нервы. Я не собираюсь вас ни в чем переубеждать. Ваши вкусы – это ваше личное дело. И кто это такое, чтобы навязывать вам свои? О старшемся хочу сказать так. Приготовление еды – это не обеззараживание продуктов. Давайте разделим стерилизацию и получение нужного нам вкуса. Готовность мяса или любого другого продукта определяется не его бактериальной чистотой, а его вкусовыми характеристиками. Если я не хочу отравиться, я просто не покупаю мясо, которое не прошло ветеринарный контроль, то ли хранилось с нарушением гигиенических норм. Если кусок мяса уже начал протухать, портиться, я его просто не готовлю. А если не начал, то внутри куска нет куда-то взяться болезнетворным бактериям. А снаружи, если какие-то есть, то при вот этой горячей тепловой обработке они погибнут. Таким образом, степень готовности мяса определяется температурой, при которой белок денатурируется. Для рыбного белка, например, это 30 градусов. Для яичного – 50. Для говядины, то же самое, для мяса – 55-60 градусов. При достижении 65 градусов в более 90% белков мясе денатурируется. А при достижении 70 начинается денатурация миоглобина и гемоглобина. В результате в мясе начинают происходить окислительные реакции, и оно становится такого серого цвета. Коллаген при 58-62 градусах становится более эластичным и увеличивает свою способность поглощать воду. А вот мышечные белки при этой температуре, наоборот, начинают терять влагу, и способность свою удерживать эту влагу тоже. Короче, если мясо богато коллагеном, то в результате тепловой обработки оно станет только сочнее, вкуснее. Ну, при варке, конечно. А если не богато, то чем выше температура, тем суши кусок. Поэтому так ценится мраморная говядина. Потому что из-за большого количества жира ее можно смело доводить до степени средней прожарки. И оно за счет этого самого жира все еще будет достаточно сочным. И даже особые ненавистники могут до Валдана довести. И все еще, все еще, даже Валданистая мраморная говядина будет достаточно съедобной. Если же отрубстейка имеет мало жира, то жарить его до состояния сильнее, чем medium rare, это значит получить сухую подошву. Коллагена-то в нем почти нет. Обратите внимание, я и чеснок не мелко совсем рубил, так кусочки, чтобы подались, а лук нарезал лепестками. Что касается нарезки лука, посмотрите в этот ролик, если вы его не видели, мы пропустили. Лука, в принципе, можно даже побольше положить, и его не нужно будет выжаривать до страшных состояний. И поэтому и порезал его вот такой формы, чтобы он покрасивше в соусе выглядел. Прошло уже 3,5 часа, и мясо почти готово. Пора приступать к соусу. Он, правда, готовится совсем быстро, ну минут 15 максимум уйдет. Это со временем необходимо, чтобы он настоялся. Небольшой кусочек масла. Я использую сливочное масло, потому что оно дает характерный сладковатый привкус. Для этого соуса это очень важно. Итак, растапливаем масло. И на этом масле нам нужно слегка закарамелизовать лук. Огонь для этого дела нужен сильный. Еще нам понадобится крахмал. Небольшое количество крахмала развожу холодной водой. Пока лук поджаривается, достану бульон. Этот бульон, концентрат бульона, я его показывал вот в этом ролике, если кто-то пропустил, посмотрите. Очень хорошо оттенит вкус этого соуса. К сожалению, у меня сейчас в наличии только бульон из говяжьих костей. Сюда для баранины, конечно, лучше бы был бараний. Но бараний косточек маловато. Только сегодня я давно расставил, да? Он хранился у меня в холодильнике, его из банки сейчас не выковыришь, поэтому подогрею его в микроволновке. Вот он жидкий вполне стал. Все, пусть стоит, дожидается своей участи. К нему сразу можно добавить воды, потому что воды нам понадобится немножко побольше здесь, чем есть в этом бульоне. Сразу и введу. Посмотрите, на дне сковородки начинает появляться коричневый цвет. Это карамельный нагар. Сахара лука, попадая на сковородку, я об этом не устаю повторять, в каждом ролике, по-моему, говорю, начинает превращаться в карамель. И эта карамель дает очень характерный вкус соусу. Так, ну вот, лук уже дошел до нужной кондиции. У него появились прижария стрибачка, а сам он в основной массе еще целенький, твердый. Это важно. Карамель зато, смотрите, сколько. Целая куча. Все, убавляю огонь. И добавляю сюда разведенный концентрат бульона. Сразу пошел аромат жареного мяса. Этот бульон весь пропитан этим ароматом. В этом бульоне растворится нагар на дне. Пора добавлять крахмал. Крахмал нужно вливать тененькой струйкой и постоянным помешиванием. Чтобы комков не образовалось. Прекрасно. Сразу все загустевает. В принципе, по консистенции этот соус уже доведен до нужной кондиции. Сейчас нужно создать в нем вкус. Сейчас он пропитан только ароматами поджаренного лука. И мясо из этого бульона. В этом соусе нам нужна сладость, кислота и острота. Остроту я в этот соус введу в виде перца. Перец дольше всего отдает свои ароматические вещества. Поэтому сразу его добавлю. Не знаю, как вы, я просто обожаю запах перца. Он возбуждает аппетит. И просто красив, черт возьми. Теперь время сладости. Сладость – это сахар. В зависимости от того, насколько сладок лук, сахара тоже может здесь понадобиться, не знаю, от 2-3 чайных ложек до 5. Ну и все зависит от вашего вкуса, конечно. Я для начала положу 4 ложки. Остала пора соли. Обычно соусы, ну и вообще все, солят в самом конце. Потому что из-за выкипания концентрация соли возрастает в продукте. Но так как этот соус уже практически больше не будет выкипать, и до его завершения готовки осталось буквально пара минут, я посолю сейчас. И теперь дело за кислотой. Кислинку в этот соус можно вводить самыми разными продуктами. Но я рекомендую для этого соуса использовать винный уксус. Он дорогой, конечно, но без винного уксуса не получить насыщенного, сильного аромата. Как некоторая замена винному уксусу, вполне сгодится яблочный. Но яблочный уксус не настолько кислый, как вот этот. Его нужно добавлять больше. И он привнесет аромат яблок. Не знаю, нужны ли вам яблоки в баранине. Мне, например, нет. Поэтому я беру темный винный уксус. И, кстати, достаточно экономно расходуется. Вот эта бутылка, при том, что я готовлю часто и регулярно, у меня, наверное, полгода никак не кончится. Уксус на месте. И вот теперь только пара чеснока. Я убавляю огонь, чтобы чеснок уже не варился, а только прогрелся и отдал свои ароматы. И добавляю чеснока. Чеснока нужно достаточно много, вы видите. Вообще, баранина чеснок очень любят. К такому соусу даже и мяса не нужно. Но можно картошку полить или рис. И прям так есть. Или с хлебом вымакивать. Очень вкусно. Не знаю, как вы, я уже жутко голодный. Баранина готова. Смотрите, какая красота. Давайте смотреть, что там внутри. Нежнейшее мясо с прозрачным соком. Ароматнейшее. Просто великолепное. Вы видите, вот так вот просто, не быстро, но фактически от меня трудозатрат потребовалось на эту баранью ногу. Все это минут 15 от силы. Ну и плюс я 10 минут на соус потратил. А все остальное время я только ждал и слушал урчание своего живота. Берите на вооружение. Вам наверняка понравится. Великолепное, нежнейшее мясо. Соус просто ураган. Конечно, к этой баранине хорошо бы на гарнир картоху запеченную. Но не сделал. Ну, сами сообразите, наверное. Нет. Это один из лучших способов приготовить баранью ногу. Такой мягкой, сочной, нежной. Другими, любыми другими путями просто не получится. А если вы попробуете приготовить вот этот соус, то наверняка возьмете его на вооружение и будете его готовить даже и без баранины. Он, кстати, отлично хранится в холодильнике. Только разогревать нужно, потому что все-таки кисель застывает. Но на вкус просто великолепно. И, кстати, становится только лучше со временем. Потому что от чеснока настаивается. Будет такой более яркий аромат. На сегодня это все. Если понравилось, ставим пальцы вверх. Не понравилось, без лайки. Если кто-то его еще не сделал, подписываемся. Спасибо за компанию. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!